Виктор Владимирович, от чего зависит легкость в теле? Вот просят наши участники, вот без какой-то врачебной заумности, объяснить, от чего все-таки зависит, можем ли мы на это повлиять, на легкость в теле? Ну, если не уходить в тонкости, как вы говорите, медицинских или врачебных заумностей, то надо сказать о том, что легкость в теле зависит от того, как быстро мы утилизируем то, что мы съедаем. Это не очень заумно. Как быстро мы пользуемся тем, что мы поглощаем. Сгорает. Как быстро это у нас сгорает. Совершенно верно. Это качество двигателя внутреннего сгорания, если вам угодно. От чего зависит качество двигателя внутреннего сгорания? Качество двигателя внутреннего сгорания зависит от того, какое топливо поступает, как работают свечи зажигания, как работают все форсунки. Ну хорошо, добавьте аналогию, если топливо, продукты питания и вода в том числе. Конечно. Свечи, форсунки, как вот эта синхронизация? Эта синхронизация это наше зажигание, это количество кислорода, которое уходит на включение всех этих механизмов. А форсунки, форсунки это как раз таки мотолика нашей системы пищеварения. То есть наши клапаны, допустим, если разбирать отток желчи, желчные протоки, сфинктер-оди тот же самый. А если еще более упрощенный, это конечно легкость всего этого, самого процесса пищеварения. Неотягощенное какими-то жалобами, какими-то проблемами, какими-то диагнозами, какими-то заболеваниями. Конечно, сейчас могут некоторые уплеваться в нашу сторону с вами, Татьяна Владимировна, или забрасывать помидорами, или еще какими-нибудь живностью. Но это так на самом деле. И с этими вещами надо бороться, и за эти вещи, за легкость надо бороться. И кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, что огромное количество вот этих вот систем подводок к легкости нашего существования существуют в различных конфессиях. Обратите внимание, посты недаром придуманы, ограничения недаром придуманы, аскезы недаром придуманы, и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас опять же некоторые начнут говорить о том, что мы неверующие, мы фомы, и так далее, и так далее. А хотим быть в легкости. Но для того, чтобы быть в легкости, простите, надо регулировать саму систему. Хорошо. Главный вывод. Если у нас легкое пищеварение, то и в теле легкость формируются и мышцы, и связки, и суставы. И лимфатическая система, конечно. И качество обеспечения кровоснабжением, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что пресловутый, нынче, пресловутый метаболический синдром, это не более чем, не более чем, банально говоря, вот наше внешнее и внутреннее тягощение. Это качество нашей социализации. Трудности обмена, получается, да? Да, да. Вот такие трудности обмена. Ну и что? Вот на ближайшем вебинаре мы как раз-таки покажем комплекс, который дает легкость в теле, который ускоряет, ну скорее даже оптимизирует наш обмен. Потому что слишком быстрые процессы тоже не есть хорошо в обмене. А никто, мы с вами друг друга перебиваем, к сожалению. Никто не говорит о скорости этого процесса. Кстати сказать, кстати сказать, такие проблемы были, особенно после Второй мировой войны, когда человечество пыталось найти безусловную диетическую таблетку. Безусловную диетическую таблетку. И такие попытки были. И, кстати, ранняя космонавтика, ранняя астронавтика, она в части питания и продолжительности, формирования продолжительности, длительности полета, она строилась именно на этих концепциях. Максимально сконцентрировать калорию, максимально сконцентрировать ее в определенный объем, небольшой, для того, чтобы человек, съев небольшое, извините за тавтологию, количество, мог себя насытить. Да, на определенных, определенных этапах, в течение суток, двух, трех, пяти, это возможно. И вот эти энергомоменты, они, конечно, подразумеваются. Вы знаете, силовики пользуются этими вещами, и бодибилдеры пользуются этими вещами. И, к сожалению, сейчас повсеместно это, к сожалению, это распространяется. Те же самые айтишники, которые забывают абсолютно о том, что существует рациональный, рациональное питание, рациональное количество приемов пищи. Можно один, два, три дня, как я говорил, уже этим воспользоваться, можно. А что мы потом ловим? Мы потом ловим острый панкреатит, хронический панкреатит, опущение желудка, дисфагия различная, нарушение работы печени и так далее, и так далее, и так далее по списку. Поэтому, приглашаю вас на вебинар, ссылочка на который находится под этим видео. Мы, как раз таки, какие вещи подразумеваем, не только просто, чтобы с вами потрещать, как сейчас принято говорить, а попытаться вам рассказать о том, как надо правильно пользоваться своими внутренними ритмами пищеварения, потому что это крайне необходимо. Если до определенного периода возраста человека, созревания, еще какие-то погрешности допустимы, условно, условно, то потом, тогда, когда мы входим в возраст, так называемой социализации, ни в коем, ни в коем случае этими вещами монкировать нельзя. Хотя, по большому счету, по большому счету, и детское, и юношеское питание, как раз таки, тоже должно быть очень правильно организовано. Очень правильно организовано. Вы знаете, даже есть такие состояния, которые называются студенческий гастрит или школьный гастрит и прочее, прочее, то, что с этим связано. В общем, будем показывать, рассказывать, как двигаться от болей, от нарушения подвижности, от затруднения обмена, к легкости существования, к легкости физического тела, в смысле своего комфорта, к легкости нашего бытия, в лучшем смысле этого слова. Ну, и там будут подарки, и там будут дополнительно пять решений, вот точечных, серьезных задач, серьезных проблем, связанных с нарушением кровообращения, с качеством крови, словом. Регистрируйтесь, приходите, ссылка в описании под этим видео. Да, милости просим.